В первый воскресный день по Рождестве Христовом церковь вспоминает святых Бога Отцов, царя Давида, старца Иосифа, бывшего обручником Пресвятой Девы Марии, и сына Иосифа, сводного брата Господня и апостола Иакова. В этот святочный день верующие люди вновь собираются на молитву в храме, чтобы благодарно почтить память святых предков Спасителя. Состоялось праздничное богослужение и в храме новомучников и исповедников церкви русской города Исилькуля, возглавил который епископ Исилькульский и русско-полянский Феодосий. На месте события побывала наша съемочная группа. Слово Ольги Аверкиевой. После революции на всей территории епархии церквей не было. Первый храм в Исилькуле появился в 1993 году и располагался он в помещении недействующего детского сада. Каменный храм в Исилькуле был построен в 2004 году по личной инициативе губернатора Омской области Леонида Константиновича Полежаева. Его расположение в центре города удобно для каждого его жителя, желающего прийти в храм, помолиться, приобрести духовную литературу и пообщаться со священником. Еще одна особенность этого храма то, что богослужение здесь нередко возглавляет сам ладыка, а после службы каждый желающий может обратиться к архипастырю за духовным советом. Вот и в этот день паства Исилькуля молилась с правящим архиереем, слушала Слово Божие. Отшельшим волком, все ангел Господень во сне висся Иосифу глаголя, восставь во имя отрача и мати реку, и бежи во Египет, и буди там, в донде же реку, те, хочет бои роды искать и отрачать, да погубить ей. Евангельскую историю о бегстве святого семейства во Египет знают сегодня даже дети. Но не каждый знает, что объединяет между собой новозаветных праведника Иосифа и апостола Иакова, а также ветхозаветного пророка Давида, кроме их родства. В общем, всех праведников объединяет вера, вера и любовь к Богу. Поэтому ветхозаветные праведники, новозаветные праведники, а те, которые поверили в Богу. Те, которые верили в Богу и соблюдали Его заповеди до предшествия вверх Христа Спасителя, они же тоже были святыми, но они не могли войти в рай, потому что он был закрыт для них. И те, которые приняли в Христа, хотя это было тоже непросто, они были счастливыми людьми, что они Его увидели, но им было непросто принять Его. Между тем, как отметил Владыка, они были людьми, способными принять Спасителя, потому что сердца их были более чистые, честные и праведные. И к этому призывает всех нас Господь, этому способствовал и прошедший рождественский пост, чтобы и нам очищенными сердцами встретить Богомладенца Христа.